Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина представляет обзор Красной книги Архангельской области. Для сохранения видового разнообразия, а вместе с ним и всего генофонда флоры и фауны, необходимо знать состояние, численность, экологию и другие сведения о редких и исчезающих видах. В связи с этим создана специальная Красная книга, в которую заносятся сведения о редких, исчезающих видах растений и животных. Красная книга является своеобразным сигналом в излагательной разработке и осуществлении мероприятий по сохранению исчезающих видов. Первый список видов, охраняемых на территории Архангельской области, был утвержден в 1989 году. Сама Красная книга была издана в 1995 году, а в 2008 была переиздана уже в соответствии с законодательством. И в 2020 году вдровь была пересмотрена. По каким категориям подразделяются виды, занесенные в Красную книгу? Первая категория – это исчезающие виды, численность которых достигла критического уровня, и для их спасения необходимы специальные меры. Вторая категория – редкие виды, численность которых быстро сокращается, и в будущем им грозит переместиться в категорию исчезающую. Третья категория – редкие виды, которые могут оказаться под угрозой исчезновения. И четвертая категория – слабо изученные виды, о которых нет достаточных сведений. И в последнем издании Красной книги Архангельской области вошло порядка 350 видов различных лишайников, водорослей, мхов, сосудистых растений, беспозвоночных и позвоночных животных. И мы предлагаем вам познакомиться с некоторыми из этих видов. Грибы. Роль грибов в природе и хозяйстве человека трудно переоценить. Грибы присутствуют и в воде, и на суше, и играют огромную роль в экологии. Но вырубка лесов, загрязнение воздуха, почвы – все это сказывается на исчезновении грибов. И вот на сегодняшний день в Красную книгу Архангельской области занесены 63 вида разнообразных грибов. Лишайники – это симбиоз гриба и водорослей. И это важнейший элемент в экосистеме Земли. Лишайники перерабатывают углекислый газ, кислород, собирают тяжелые металлы, являются источником углевода для многих животных и используются в медицине. Но лишайники очень чувствительны к загрязнению окружающей среды. При малейшем загрязнении воздуха начинают массово погибать. И на сегодняшний день в Красную книгу Архангельской области занесено 56 видов лишайников. Мхи – это отдел высших споровых растений, роль которых чрезвычайно важна. Мхи участвуют в создании биоцинозов, играют большую роль в регулировании водного баланса почвы, являются частью рациона животных, используются человеком и в строительстве, и в цветоводстве. Но антропогенное воздействие на экосистему вызывает их массовую гибель. На сегодняшний день в Красную книгу Архангельской области занесены 52 вида мхов. Высшие или наземные растения – это легкие нашей земли. И к ним относятся деревья, кустарники, кустарнички, дрова, цветы. И на сегодняшний день в Красную книгу Архангельской области занесено 96 видов различных сосудистых высших растений. И это прежде всего вяз, липа, лиственница сибирская, пихта, тополь черный, сосна сибирская кедровая, калина обыкновенная, ежевика, очень много лекарственных растений, чабрец талиева, радиола розовая, много растений, цветов, фиалки, ландыши, осока, пушица и многие-многие другие. Моллюски. Жемчужница европейская – это вид двухстворчатых моллюсков, которые водятся в ручьях и реках. И жемчужница служила объектом промысла для добычи перламутра и речного жемчуга. И на сегодняшний день находятся под угрозой исчезновения. Насекомые – это класс беспозвоночных членистоногих животных, которые обитают практически в любой точке земного шара. Насекомые делятся на отряды. Это жуки, бабочки, двукрылые комары и мухи, стрекозы и многие-многие другие. И в Красную книгу Архангельской области внесены отдельные виды жуков, шмелей, бабочек, шелкопрядов. Земноводный. В Красную книгу Архангельской области занесен прежде всего тритон гребенчатый. Это вид хвостатых земноводных. И он очень чувствителен к качеству воды. И популяция уменьшается из-за уничтожения их мест обитания. Присмыкающиеся или рептилии. Они имеют слаборазвитые лапы, либо их вообще нет. Наиболее многочисленный вид присмыкающихся – это ящерицы и змеи. И в Красную книгу Архангельской области занесены такие виды, как веретеница, уш обыкновенный и гадюка обыкновенная. Птицы – это отдельный класс позвоночных животных. И они являются очень важной частью экосистем и человеческой деятельности. В Красную книгу Архангельской области занесены несколько видов птиц. Хищные птицы, такие как беркут, орлан-белохвост, филин. Водоплавающие птицы, лебеди, чайки, гагарки. В Красную книгу занесены журавль, перепел, куропатки и многие другие. Млекопитающие – это класс позвоночных животных, которые вскармливают своих детенышей молоком. И в Красную книгу Архангельской области занесены прежде всего морские млекопитающие. Это китообразные, такие как греландский кит, отдельные виды дельфинов, ластоногие, тюлени, моржи. Самым крупным хищным морским млекопитающим, занесенным в Красную книгу Архангельской области, является белый медведь. Популяция диких северных оленей на территории Архангельской области составляет всего лишь не более полутора тысяч особей. Также в Красную книгу занесены барсук, индовидная собака, заяц-русак, белка-летяга, отдельные виды мышей, ласка, норка и многие другие животные. Загрязнение окружающей среды, браконьерство, уменьшение мест обитания, бездумная природопользование – все это приводит к сокращению видов, флоры и фауны. Сегодня все меньше остается территорий нетронутых человеком, где сохранилась дикая природа. Если не охранять природные зоны от пагубного воздействия людей, то у многих экосистем нет будущего. И для защиты природы создаются национальные парки, заповедники, заказники. И на территории Архангельской области находятся 113 особо охраняемых природных территорий, которые включают в себя национальные парки, один заповедник, 35 заказника, 66 памятников природы, дендрологические сады, один ботанический сад, 4 охраняемых природных территории местного значения. И чем больше будет таких вот территорий, тем больше шансов сохранить и возродить природу, чтобы представители флоры и фауны могли спокойно жить и увеличивать свою численность. Субтитры создавал DimaTorzok